Боже, тогда даже они сплошают, чтобы они не видели, что они сделают. А у вас отношения не выходят? Нет. А почему? А почему вы без пояса вопросами? Посмотри на наших ребят. Ребят, покажите пояса. В Библии с поясом написано 108 раз, а без пояса один раз это написано. А распоявшись на хулиган. Такое выражение, распоявшись на хулиган. Раз, сейчас я один. Окей. Это еще не стоит, понимаете. Иисус с поясом, ангелы с поясами, и Антон Креститель с поясом. Павел с поясом, и Антон Креститель с поясом. Ах, как вы такие, к какому роду премию человеку? Пояс означает истину. Человек не под поясом, но он не полжет. Это восстановление Божье. И у нас без пояса ни один храм не зайдет. Да и он вообще не зайдет. У нас к окрещению до трех лет готовится. Проходите. У меня в вашей книге есть. Сейчас говорят, патриарх сказал готовить, катетизировать. Я говорю, как? Ну, написали везде две встречи. Я говорю, какие встречи, поскольку. Ну, там начинает это. Ну, полчаса сейчас. Да что человек может знать, когда он никогда не видел? А я не фотоаппараду, и все-таки полчаса ты ничего не узнаешь. Тем более на компьютере. А это о христе. Ну, вот у нас готовят полное. Это 450 часов академических. У нас долго ходят тоже. Долго ходят в храм на службы, готовятся. Вот у нас два предела. Это Михайловский, а это Петропавловский предел. А вот это еще? Да, вот так. А это спасатель, как правило. А вот это спасатель, как правило. У вас сто проповедей стоит? Я? Один. А диагон есть? Есть, но один диагон есть у них проповедей. А священника сколько? Один? Два. А второй еще у них проповедей? Ну, мы служим вместе, поэтому я говорю проповедь. Так, а чтецов сколько? Чтецов сейчас нет, умер. Был хороший чтец, он читал перед причастием, обычно хорошее получение, вот как у вас, я у вас такую практику был, как-то принял, перед причастием чтец читает на обмоне какие-нибудь из потеряков получили. Ну, теперь, я думаю, я не могу найти ни от чтеца. Я прочитаю, у меня было звание, нет, я проповедую. А вот оставайся у нас, Игнатий. Если останусь, я у вас не разрушится, или наша дружба должна быть? Да нет. Я еще, я вам сказал, что... Вот, Игнатий, смотри, вот эта цена на стекле, она сама отобразилась, Спасителя, вот эта сама отобразилась. Игнатий, смотри, вот эта цена на стекле, вот эта цена на стекле. Игнатий, смотри, вот эта цена на стекле. Да, она привязана, да? Да нет, ну как привязана? Я сказал, вы знаете, когда городочистка началась, то завалили буквально эту цены, вы зайдите с той стороны, она поставлена цель, разобраться, что это? И вот Назашина Хомисия, атоплигатор, Иван Аполлонцев занимается этим, в Словенске тоже, по биологии, там, разве химия, там, все. Разбираются. И приходят, и приходят, комиссия закончила работу, и представили отчеты. Отчеты поверьте какой-то. Отчет какой-то, просто сказать, не нечистая ли сила нам уйти в голову, чтобы уйти в новом месте, что мы делом не занимались. Все мироплощение, все от пуха во Кожий Бог. Богу не нужны чудеса, а потом тебе, конечно, чудеса, я и так говорю. Иудея требует чудеса. Владимирующий Бог от Христа, отривайся, 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 чёрт, паски запутанными, ими, 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 ими. Весь ответ. В чём Богу? Бог дал маму. Иудея на слышание, а не чудеса, если Бог. А слышание от Слова Божия. Как определённо? Вот у меня были такие батюшки. Я говорю, ты меня приглашаешь к себе. Ну, я согласен. Я сегодня к тебе перехожу. Но мы с тобой, это ведь будем уже по Евангелию. Ну, а как по-другому? Конечно. Он говорит, по Евангелию. Ну, и представьте, что здесь не кто-то архиепископ. Он мне сразу предлагает три храма. Варфоломя и Ташкентский. Я говорю, ладыга, я с первого дня буду поступать так, как велиство можно. Мне как раз такие нужны. Я говорю, которые приходят крестить, я ни одного не буду крестить. Как не будешь? Да они не готовы. Ну, конечно, пришли. И отпевать ни одного не буду, потому что они в храм не ходили, они не рабы Божьи, они враги сатаны. Я не могу говорить по мне, раба Божья. Он посидел, знаешь что? Я себе кого-то найду, тебе деньги, поезжай домой, а то на твоё место никого нету. Я ему век не нужен. Иди рыбачь. И я у тебя, если был здесь, остался, вы ещё не знаете, что будет. Вы на Матушке на этой почему жили здесь? Так теперь уже. А? Теперь уже не помню почему. Ну, красавица. Да? А она в Богу как расположена? Хорошо. Хорошо, да? И книги не читает. Ей некогда читать. Она у меня учится. У тебя учится. А вот мы сейчас были у одного человека, и он сектант. Он у них пресвитер, ну как должен священника. У него девять ребятишек. Последняя мать кричает на руках. Все поют стоят, все считают Слово Божие, и время есть. И он платит. Он, будучи пресвитером. Не ему. Пять десятины с того, что дорабатывает. Доработает на производстве. Нам у них ещё учиться и бороться далеко-далеко. Но я ему говорю. Лучше вас никого нет. Но вы не церковь. У вас нет рукоположения. У вас нет тайцы. У нас вот что самое ценное. А самое ценное показывается самым барахмянным. Подойти нельзя. Я познакомился с папом. Да потом он не рад. Батька начал такое наворачивать там ему. Я говорю. Ты что делаешь, отец? Я хотел, чтобы ты его научил. А он начал его к мощам. Наша мощь, мощь. А кто вам разрешил дробить мощи? Кто разрешил умершего человека на фарш переводить? Мы что делаем? Написано, умер человек. Прах ты и не в антиминце, в прах. Я соглашаюсь. Он был антиминцем и будет. Но Господь дал одно правило. Вот Семён Столпик. Умирая, наказал. Не думайте что-то взять от тела. И патриарх ущипнул одну волосинку на память. Рука точно с отсохла. Почему сегодня руки не сыхают ни у кого? Режет, отпиливает, потом показывает на фото. Митрополиты стоят. Вот так вот ноги обрезаны. И вот губка их обтирает, стоит. Это ужин смотреть. Костями обложились, кости сафонские. Живого Бога потеряли. И шаманят, и шаманят. День и ночь. Это не я говорю, а Петр Мещеринов и Игумин Данилов монастыря. Лубочное христианство. Белый магизм. И это надо вскрыть всю эту заразу. Вынести. Я говорю не в ваще, а в нашем сознании. На первом месте Христос. А что бы ты ему сказал? Вот подводят человека. Я бы ему сказал, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Рим. 8.9. Дух Христов, он преображает сущность человека. Человек совершенно другим делается. Что любил, что было на левой стороне исчезает. Что не переходит, направо перевернулось. Это новая жизнь во Христе. И выходит человек и говорит, у нас юридики появились. Из чего они говорят? Они говорят, жить по Евангелию. Братья и сестры. Да кто ж когда жил по Евангелию? Это в храме проповедь. И это не здесь. Я тебе скажу, это в Казахстане. И в Германии знакомых, которые батюшка преследует. Точно так же. Поп помощал ладошку. Крещение то не было. Слово крещение имеет смысл погружения. Погружения не было. Батюшка крестил. И те попы, от которых прихожане, они ходить, люди отлучают на причастие, не допускают. Они бьются за то, чтобы крещения не было. Другого крещения. Иисус крестился где? В чашке с водой или в Иордании? Иоанн креститель где крестился? И Евнах ехал, говорит, вот вода, а что препятствует? И Евнах и Филипп, оба сошли в воду. Какая вода, когда на полу стоите? Представляете, старобрядцы отошли уже 380 лет. И ни одного без погружения не было. В той же стране, при той же области. Что-то непонятно. 300 лет в 80. Ни один сектант не крестит по-другому, как погружение. Ну они там опрокидывают одноразово, но он сектант. Но он старается. А у кого принять? У католиков, а католичность. Сейчас уже многие батюшки крестят, кисточки покрапил и все. Ну а рано или поздно это все выметится. Этого не будет. Так ты говоришь уже все, конец скоро уже. Россия, церковь, а церковь останется? Да, а церковь останется до пришествия Христова. Но только написано, как у Куши. Говорят, храмы будут золотеть, но ходить их нельзя будет. Тут будут бал братья Антихриста. Это говорят Афанасии все. Вот, заметьте, есть такой святой, Феопан Запорник. 1861 год. Он говорит, еще одно поколение, осены два. И православие на России исчезает. А оно и есть. И он выходит, или он был уже пророк, или он ему в виду имел не это православие. Лубочное. Он в виду имел что-то другое. Эти слова его сегодня печатаются. Вот. Если попадете под этот нож, который Бог опускает, то вам спать не придется. Выступает, и он, златоуст. Вы его признаете? И он говорит, большая часть священников погибает. Сейчас в епархии у нас, ну, поработала. И пять священников. Четыре епархарника, а наш батюшка. Я говорю, сколько пять? Трое из нас будут в аду. Как разобили и делись. Я говорю, обращаю в свое классовство. Третий том, какая-то страница. Больше. Ну, из пяти, чтобы больше получилось, это... Ну. Если три, шесть было бы, то четыре на два. Больше должно быть. Теперь. Третий том достойных книг священнослужителей. 612 страница. Старофим Псаровский. Три дня, три ночи. Молится целенаправленно. Чтобы Бог помиловал русских священников архиереев. Ни о царе, ни о ком не молится. И через три дня вдруг Бог заговорил. И что сказал? Начинается. Не пощажу и не помилую. Точка. Вопрос, за что? За то, что вымыслами человеческие заменили истину Божию. Это вас не касается? Да с этого коридора начать только. И по порядку. И вы увидите, как все это посыпется. Вот сейчас в храме эти девки там присадили, поднимали ноги. Там щапли. Сейчас их посадили. Твоих на другое. Патриарх-то стояли. Ты не думаешь, что его патриарка костеряет во всем эфире. От него жилого места нету. И он взмомился. Кому к помощи? Никак Христу? Кому к Путину. А мне звонят. Раз, да я так вот старелый нахер. Ну а что бы вы сделали? Я потрясаю. А что бы ты сделал? Они зашли. Я говорю, осквернили, осквернили. Выходим все. Соберем деньги вместе. Купим большой амбарный замок. Повесим на дверь. Храм Христа не наступит ни для кого. Он осквернен. Три месяца будем ждать воли Божией. Будем молиться наружу. Народ повернется сердцем к гонимому. Они не знают, что делать. Они слепые. У них только одно. Нажать. Передать в КГБ. В милицию. Это не в одном храме. Ни в одном. Вот у нас Корабейникова там. Это икона Корабейникова. Сюда каждый год из лепархии крестный ход идет. 250 километров. По России это принято шатание на воду. Они его пульнули, а сами сидят дома. Мы приезжаем на тысячи дворов. Шесть человек ходят в храм. Нормально? А там их этих прокуренных сколько сидит? Батюшка наш побыл там. Я приехал туда. Мы идем по дворам. 450 новых заветов занесли к его прихожанам. Он выходит по плютым зверям. И все это заснято. Игнатий Тихонович, я прошу вас, уезжайте отсюда. Уезжайте. Я говорю, знаете кто так кричал? Жители Годовинска, когда свиньи утонули у них. Ну мы со своими свиньями сами разберемся, Бог говорит. Вам не разобраться. Одна наша сестра в дом зашал и говорит, бабушка, а у вас Евангелие есть? А что это такое? Ну книга божественная. А есть. Толстый сонник, гадание как разгадывать. Это божественность. А что такое? Ну Евангелие по Христа. А-а-а. Я думал, что это у вас поминальный. Нам еще нужно, отец Роман скажет. Эту тьму вы рассеяли, папы. Вам места мало будет на суде Божьем. Народ не знает Христа. Мы его заблудили. С ващами совсем. Да, знают. Кто ходит на суд. Не знают, батюшка. Поверьте, не знают. Вот те, кто не приходят в храм, вот с кем они не знают. Я не знаю, как. Ладно. Вы на своей проповедью их разбудили, может. Да. Заводится. Заводится. Он говорит, вот ты исповедуешь. Теперь эту бакушку спроси. Кто изображен на кресте? Вы что угодно слышите, только не то, что есть. О том, что Сын Божий сошел с неба, взял грехи твои. Он за эти грехи пошел ответить смертью, а она не ответит. Любая сектантка ответит. Любая. Почему? Они их учат. И вот в собрании Игорева. Адвентицы седьмого дня. Он выходит. Книга Даниила. Пятая глава. Седьмой стих. Пятьсот человек бабок сидят. Все до одной листают Библию. У нас ни одной нет Библии ни у кого в руках. Она прожила Библию и не прочитала. Находится один человек в описании. Он прочитал эту Библию ровно сто раз. От корки до корки. А у нас Евангелие не прочитали. А с кого могу его спрашивать? С вас заищу пастырь, говорит, негодно. Я вырву правый твой глаз, оттону тебе правую руку. Почему? Плохо смотрел, плохо учил. Пророк Захария. Почему все время? Только я благословлю, я не благословлю. Да твое бахание руку еще не значит, если Бог с тобой не присутствует. Считаем Малахи. И он говорит. Я проклинаю ваше благословение священники. И проклятым вы проклятый весь народ. Вы не платите десятину. Ты машешь рукой, а Бог проклинает. Фиохам затворник говорит. Если Бог не благословляет твои бахания, ничего не дадут. Конечно. Почему этого не считаете? Малахи его никто не отменял. А только нам дано право вязать и решить. Дано и решить. Но не дано ват отправлять. С чего вы взяли, что можно играть при счастье? Чего-чего? Да при счастье не допущу. Я решу тебя при счастье. У нас такого нет. Но если у вас нет, слава Богу. Это в абсолютном большинстве. У старообрядцев, новообрядцев одинаково везде. И если мы с вами будем трудиться вместе, мы начнем в первую очередь с самих себя. Мне говорят. Вот вам дали храм. Что вы сделаете? Я сегодня здесь настоятель. Первым делом я объявляю. Храм закрытый. Все. Боже не идти, сейчас храм не войдет. Сегодня мы начинаем занятия во дворе. И через недели-две по одному человеку будем запускать. Только тогда можно ожидать чего-то. Когда народ примет Христа. Когда народ раскается. Тогда это богослужение, литургия. Все на месте будет. А сегодня ничего это не дает. Он человек пришел. Я говорю, что 15 минут стою? Говорит, еще ничего. А дальше? Я говорю, что он облуждает. Стряпает, делает. И все. А чтобы она пламенела, любила Бога. Для этого надо Христа дать. Людям Христа не хватает. Я ничего нового не приношу. Моего толкования нигде никакого нет. Просто я в глаза никому не заглядываю. Нравится? Ты на виду приехал в воскресный день с нашими прихожанами. И вот так и выступал. Просто ты все скажешь, честец. Это я могу быть. Я говорю правый, я проповедую правый, как честец. Но одним разным приходом ничего не сделаешь. Ну разбудил Бога. Надо собираться вне храмового богослужебного собеседования. Вне храмового. Ну поживи тогда у нас. У меня поживи какое-то. Ну зимой приезжай когда-то. В этом времени много. Вот зимой можно. Поживи у меня последний день. Но чтобы были занятия. Это каждый день мы собирались. Мы с места все строили. Все можно строить. Но для этого надо подготовиться. Свет не ближе. Я до конца не знал кому езжу. Пока вас не увидел. Он не говорит мне фамилии. Он сказал Карельный там. Отец Владимир. Кто он такой? Я его видел хоть раз или нет? Он мне даже не говорит. Отец Аким был у нас. Ну отец Аким меня сюда свернул с дороги. Мы сегодня должны были по Челябинске быть. Утром не свет не заря. Мы даже можем не успеть. Дальше ждет Уфа, Пенза. Мы должны подняться. Актури через Москву. И верхним слоем возвращаемся. И в каждом храме оставаемся. В городе на 12 тысяч. В прошлом году, позапрошлом. Мы пожертвовали на 1-200 тысяч. Вот за вторую поездку мы уже полмиллиона отдали. А у нас ничего нет. Мне это надо. Это моя страна. И детском лагере располагают. А все надо сюда. Какие у нас дети? Да. У нас вот здесь вот здесь. Вот здесь большая. А сейчас я помогу. О-о-о-о. Ну-ка иди сюда. Сейчас подожди. Так, подожди. У меня есть ваши книги. Да. Но они, наверное, здесь наставления. Не знаю. Я не делаю ответы. Ничего не найдешь. Правильно. Потеря. С детством, да. С детством, да. С детством, да. С детством, да. С детством. Да. Ну куда ты ворочишься? Вот и все. Вот у нас здесь были вопросы и ответы. И там было вот отсюда. И написано. Что здесь написано? Какой том, на какой странице. И книги в кассе брал человек. И мог посмотреть на этот ответ. Ну вот это вот. Эти вот. Где мы нашли свои труды? Этот батюшка в этом вопросе, я скажу, вышел на первое место. Когда у него так было напечатать. Я даже помесил где-то. Здесь. Сейчас убрали. Вот здесь у нас. Положите. А то увидят вас сразу лишат цена. Никто не лишит. Александр. Узнаете? Узнаете? Вот это да. Узнаете? Первое, второе, третье. А вы знаете, что в одном издании, это впервые за две тысячи лет. К Кистиному православию еще есть. Вот это вот такому, чтобы весь новый издает с толкованием, он впервые за две тысячи лет вышел. Его нигде нету. Я же у вас выписывал его по почте. Вот как. Спасибо. Это вышел второе издание. И мы подарили это Путину, Медведеву, Патриарху. И даже показали, говорит, по телевизору в библиотеке стоит. Сам я не видел. У вас я выписывал. Читать и исполнять. В Арнауле выписывал, да? Ну. Вот так, батюшка. Ну пойдемте. Ты смотри. Он тебе может сработать. А здесь старость она. Старость. Это старость, это важно. Еще что сказал? Как зовут? Георгий. Не надо. Георгий. 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 Георгий Тихонович, а зачем нас снимают? Снимают? Да. Откуда снимают? На вороту, на камеру. Зачем? Где у нас снимаются? После этого мы представляем людям. Рассуждаем. Выставляем. Они меня вас снимают. Вот. А где будете спать? Пойдемте. Я покажу, где вы остановитесь. Вы против того, что я отойду в стол? Нет, нет. Подождите. Вы ответьте так. Я отвечаю, что мы среди вас здесь. И поэтому наша беседа снимается. А потом что? Куда-то в книгу. Мы приехали домой. Фотографии. Это фотографии. Это видео. Это все дается людям. Ну понятно. Мало того. Это в интернете. Это миллионы людей увидят. О чем мы рассуждаем? Какой храм? Это проповедь. Это не просто так. Вот мы сейчас были с Левтихием сегодня. Я говорю, Владыка, нужно побеседовать. Хорошо, пошли к нему. И все, что мы беседовали, у нас снято. Теперь это весь мир может видеть. Рассуждения какие-то. Я говорю, такого Владыки больше нигде нет. Чтобы такой был простой, доступный и прочее. Я покажу. Юра, ты покажешь. Я говорю, Владыка, 18 лет нас терпит. Начинать, где им расположиться. Пойдемте я покажу. Вот здесь наверху. Там две кровати есть. И на полу можно остальную спать. Вот здесь наверху. Все. Ребята, это ваше место. Я больше не оставлюсь. А вот здесь. Все есть. Вот там наверху. Понятно. Одному можно на фундуках. Хорошо. Да. Мы на полу. Там в полосе, да? Да. Просто пол, там где кровать. Да. Пустое место. Там у нас все заперто. Все, да. Все заперто. Да, да. И подошел. Мы встаем. Утром помогали. И сразу же позавтракали и уходим. Юра, они еще 4 часа встают. Да как? Ну, да. Ну, да. То-то по нашему уже полгода. У нас с тобой пасте, пища, у нас все-все с тобой. Садись. Вам сколько лет, батюшка? 63. 63. Ровно 10 лет моложе меня. Нет. 10 июня 73. Садись, как Георгий. Да. Так будешь еще бороду трогать или нет? Трудный вопрос, трудный. Это связано. Да никакого труда. Не сибирь будет. Одним взмахом отрежу шнур и все. Еще на работу ссылаетесь? Да. Пока ссылаюсь. Зачем это делать? Какая работа? Трудная работа? Или мешает? Нет, работа не трудная. Просто со стороны начальства было так. Чтобы больше не... Да где же тогда мы покажем свою верность к Христу? Это правильно. Отец, это ваши прихожане. У нас ни один не к причастию, ни в храме он не будет стоять соглашенным. Да. А у вас даже должен старосты, руководители всем хозяйством. Да. Ну положи предел этому сейчас. И вы увидите, что от него останется. Ему и книги не нужны, вот он бросит их. Самое малое не верен. Так как больше доверить? Бог меня создал таким. Имею ли я право искажать образ данный мне? Ну пойди по иконам. Найди бритого апостола. Что тут говорить? У меня работа. Да какая у тебя работа-то? Работа, которая заставляет тебя кривить душой. Нужна ли тебе такая работа? У нас очень трудно с этим. Значит никакого не будет тогда. Решительно. Вот когда спросили с Терафимом Астановского, получилось у тебя, а у нас почему не получается? Он говорит, решительности не хватает. Да. Притом это делать надо сразу. Люди оставляли жен, оставляли имение, продавали и уходили со Христом. А здесь, чтобы не бриться, какие-то навороты такие начинают работать. Все-таки, Игнатий, можно в сердце Бога иметь борода и лака. Ну а зачем храпкать в душе? Это многие говорят. У меня первый вопрос там. Вы знаете, первый. Я, говорит, в сердце душа иметь. В церковь не хожу, попов ненавижу, но в Бога верю. Нет, ну в церкви верным быть. Зачем верным? А это что? Хорошо. А борода не показывает, что это моя верность Богу? Посмотри на них. Человек с высшим образованием. У нас в армии идут все с бородами. Преподает в университете с бородой. Врач краевой больницы с бородой. Юрист работает в краевой прокуратуре с бородой. Его ценят не по бороде, а по его знаниям большим. По его честности. Это все лукавство змеиное. Притом, кого ты можешь другому научить, когда ты сам такой? Ты не одному, во-первых, сказать. Не можешь сказать, а что ты учишь? Ты сам себя посмотри, оголдыш. На кого ты похож? Это мой грех. Ельцевидное. Притом, это сразу делается. Не через день. Пропасть перепрыгивается не через два прыжка. Если ты христианин, тебя Дух Святой объявил. Все старое осталось. Все эти бритвы твои лопнули. А женщина... Ну, мне на работе так нужно волосы стричь. Надо пудриться, надо сережки вешать. Ей надо ходить, чтобы сиськи вывалилась у нее. По-другому нельзя. Какое же это христианство? Посмотрите на мусульман, посмотрите на евреев. У евреев ни одной болсинки не тронет. Ни один этот их раввин. У нас там сейчас Нуах. Это Ной. Моше. Моисей. Молодой. Статный. А это что, батюшка? Куда? Ты еще наростил-то? Килограмм сколько? Рост какой у вас? 68. Метр шестьдесят восемь. А вес? Восемь. 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 Вес шестьдесят восемь. Сейчас я вам скажу. Восемьдесят три семнадцать. Семнадцать килограмм лишних. Из семнадцать килограмм это два ведра навьющие спереди сзади, и день и ночь спать. Ты разве можешь идти призываться? Это для молодого такая норма, а для старого уже нормально. А откуда вы это взяли? А это врачи так говорят. Это не, это рвачи говорят, вы перепутали буквы. Наоборот, в старости человек, когда сердце работает слабее. У него кости тяжелые. Врач идет, а врач вверх. Ну хорошо, давайте пробежим туда-сюда на голубяки. Кто быстрее залезет? Не знаю. Ну, как тут и знать не надо. Еще от сердца зависит. Я за последние восемь лет только за компьютером провел больше тридцати тысяч часов. Тридцать восемь книг издано. Каких книг? А Нафанайл-то у тебя работает? Не работает. Его нет. Он перешел к старостильникам и уехал в Казахстан. К грекам. Нет, отец. Начинать надо со всего. Притом сразу. Вот у нас был епископ. Ему было где-то 39 лет. Антоний Васильевич. Вот такое вот он. Ко мне на второй этаж идет. Я говорю, что ж ты по росту пухтишь. Побыли. Я говорю, ты же не живец совсем. 41 год умер. 41 год. А я бы его вылечил в течение одного лета. Но одно условие. Меня слушаться. Со мной вместе вставать. Со мной вместе за стол. Нигде ничего не воровать. Я тебе вылечу. Очень просто даже. За Богом не волнуйтесь? Нет. Было. Больше 20 лет было. Но сейчас нет. Бог избавил. Ну а тем более это. Вы сами скажите. Богу не угодно. Господи, прости. Ему не угодно. А кому ты угождаешь? На счастье? На работе? Ради кошелька? Чтобы не выгнали? Ты посчитай. За счастье. Пострадать за Бога. И за сохранение Его образа. Ну и испытайте эту радость. Хотя бы раз. Это вас купель? Нет. Купель вон. Вон крест. Ладно. Мы беседуем с людьми. Один раз. И те, которые люди не хотят идти за Христом. Они на другой раз уже не придут. Мой брат отец Ахим приехал в один храм. Там. В России. Ну и священник говорит. Ты поисповедуй людей. Я то другим делом знаю. Ну батюшка поисповедуй. Батюшка вышел. Там сто двадцать человек. Он сразу обратился. Кто не постился. От этой стороны исповедовать даже не буду. Вы нарушали пост. Восемьсот процентов. Оставшиеся мужчины стоят. Кто в городу бреет. А тоже отходите. Я их даже не исповедую. Как я тебе буду говорить сейчас Богу. Что раб Божий. Когда ты раб мира сего. У меня там мужика нету. Осталось четыре человека. Ну хорошо. Проходите. Инстата двадцати четыре. Каково? Мы ничего не понимаем? Или еще дурью маемся? Зато чистые. Ну если мы узнали. Ты знаешь. Зачем ты какие-то условия Богу ставишь. Бог создал, чтобы бородой был. Если у тебя бороды нет. Ты же на подобный вид имеешь. Блудливый. Это блудодельная ересь. Прортопопа Вахну говорил. Тебе это надо. Дорога к Старобрястям тебе закрыта. Ты не будешь свидетельствовать. Мусульманину ты не скажешь. Тебе. Ну везде дверь закрыта. Я попал к адвентистам один раз. И они говорят. А вы свиное мясо едите. Мясо свиное. Я говорю. Я вообще мясо в рот не беру. Все. Их уши для меня открыты. А чай. Я говорю. Ни чай, ни кофе, ни какао. У меня в доме не бывает. Все. Я их привлек полностью к себе. Павел говорит. Не буду есть мясо. Пить вина. Чтобы не подать соблазь брату моему. Вина. Когда не грех. Нам по усаму положено вино. И мясо нам не грех. Не постные дни. Но я не буду. А поесть ты. Налопаться. Это любой может. А ты попробуй. Как я. Как японец говорит. Ты услышал сегодня. Зачем я тебе больше. В другой раз. Я тебе о бороде говорить не буду. Но и со мной. Ты уже не будешь. Там где нужно быть. Вот. Вот. Если у нас фотография идет. Ну только случайно он попадет где-то. Уже бритых мы не берем. Зачем я буду объяснять. Что ты человек неверный Богу. Вот и подумай. Стоит ты меня туда звать. Вот так. Стоит. Я в первую очередь тебя строгать буду батя. А тебе только пух полетит. Да я согласен. Вот и вопрос говорится. Если такой ты податливый. Это годится. Это в моем характере. Значит. В начале мы с чего. Поставить задачу. Спастись во что бы то ни стало. Согласен? Конечно. Но меньше я не согласен. А зачем? Так в этом смысл нашим. В этом смысл нашим спастись. Конечно. По порядку. Давыд говорит. Это у меня эпиграм. 118-й Псалом. 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твои. Ну это в 17-й кофизме. Да. Ты согласен на это? Ну мы не семикратно. Может я не прославляю. Я согласен. Но я этого не делаю. Я знаю что надо. А почему ты не делаешь? А я делаю. По лености наверное. А у меня до 18-ти раз доходит в день. А что молитва разная? Это Боже Милостив, 3 святое и 100 поклонов. Ты увидишь от тебя ничего не останется. Ты запыхаешься. Язык высунешь. Сразу за сердце. Диабет у тебя. Гастрит. Матрит. Там начнешь придумывать. Артрит. Поклоны. Дави себя. Семикратно в день не считай утреннюю и вечернюю молитву. Каждую ночь на молитве чтоб был. И ты увидишь. Вот это плоть она по поросящей завизжит. Не могу. Умру. А ты скажешь. Брешь обманщица. Мало яжь. Мало ты и здравый будешь. Отец. Нужна решительность. Оторваться от этого плотского притяжения. Мы должны быть героями у Христа. А ей говорит. Господи. Веди туда твоих героев. Мы вот едем у нас. Не все бывает. Как хочется-то. Со мной им не сахар ехать. Но едем. Коллектив опять тот же самый. Потому что молодежь. Бывает это не так. Кто дремит. Со мной они даже дремать не могут. Мы все время рассуждаем. Один берет Евангелие. Считает. Все слушаем. Дальше рассуждаем. Псалтырное чтение. Во время движения. У нас Библия в руках. Всегда. Когда это позволяет. Обстановка. А шофер рулит. Но вот перед поездом остановились. Шоферу сразу Библию в руки. Ты сейчас еще нигде засчитай. Вот он сидит сзади. И это все зафиксировано. На весь мир показано. Вот. Время нам молиться. Работают мусульмане. Около них останавливаться надо. А они на молитве. Кто молится об обиду никогда не дадут. Мы расселаем две плащ-палатки. Тут. Федеральная трасса. Машина. Встали все молимся. И в конце молитвы поднимаем руки. Мужи без неба и сомнения поднимают руки. На всяком месте. Благослови Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых. Молящихся на небе и на земле. Услыши молитву всех молящихся. Благи для нас. Прими нашу молитву всех, кто заповедал на молиться о них. И после этого мы говорим. Господи. Владыка. Говори. Слушай. А раб твой. И стоим и молчим. Слушаем. Что скажет Господь. И Господь обязательно подскажет. Да. И вот заметьте. Мы сейчас едем. Осталось. Ну. Может быть. Пол километра или километр до поворота наш адрес. Батюшка не отвечает. Бац. СМС. Там-то. Там-то. Находятся. Номера такие. Телефонов. Я сразу набираю. Ни раньше. Ни позже. Мы это приняли как от Бога. Мне здесь делать нечего. Я его не знал, что это друг наш. Я разворачиваю. Ребята. Поворачиваю. Там сколько? 90 километров. Едем. 100 километров. Дальше. 109. А обманывает нас. Но мы доехали. Почему? Мы это приняли от Бога. Эта встреча должна была состояться. И вот мы с вами. Слава Богу. Чтобы это мимо не прошло. Сейчас глазами-то болеется? Нет? Да немножко. Что-то так опухшее. У вас друзей, которые здесь по-настоящему сколько? Которые могли бы приходить и заниматься на дому. Ну сейчас вот в храме я приду. И первое дело. Мне предоставьте место. Где? В храме? Место для занятий? Нет. Нет. У нас можно жить в храмах. В храме проповедовать. Нет. В храме не богослужебное. Вот в храме и вести. Потому что дома так там мало. Нет. Занятие на столом сидеть. Ну вот там можно. Здесь можно. Вот здесь. Чтобы люди могли сесть за столом. Ну человек 30 точно придут. Прекрасно. Это уже серьезно. Из 30 тысяч человек у вас будет не приход, а община. Костяк. Ты настолько мобильный создашь общину. Среди ночи когда звонок у тебя все здесь будет. Это одно тело. Одно братство. Я не против приехать. Но не знаю. Сумею ли. Хотя уже все мне понравилось. Это вот такой настрой батюшки. Его мнешь. Он хоть бы что. Или он совсем безразличный. Или действительно свято стерлится. Нам надо пробуждать людей. Я не могу пробудить людей. Потому что я сам такой вот. Но я с тебя, знаешь, и с матушкой. Да. Матушка-то меня сразу вытурит. Да не вытурит. Она мне лишит, как говорится, столования. А без столования я не могу. Как Шариков говорил. Милый мой батюшка. Вы прошлый раз, когда вы вставляли вопросы, вы знаете, как меня тронули? Я это другим хвалился. Вот есть такой батюшка. И он вопросы выписал. Какой том. И люди приходят. И согласно этому вопросу. Это у меня сейчас в интернете так. Из всех 30 томов. У меня 30 томов вышло. Все вопросы. По папкам. Теперь они разбиты 55 тем. Отдельно еврейские. Отдельно работа. Отдельно политика. Отдельно. Все. Дети. Отдельно потеряевка. И там все эти вопросы идут. Любой вопрос только отклон. И ты уже вопрос и ответ. Работа проделала страшно. Илариону когда дали, он посмотрел. Митрополит Иларион. Это какую же вы работу проделали. Все это пришлось мне делать одному. Хотя когда меня подталкивали. Я думал, что после моей смерти. А теперь Господь помогает. В своих трудах. Господь. Без Бога шагу не шагаешь. Вот мы едем. Все библиотекари. Все за нас молятся. В библиотеке. Вот вчера мы были в Омске. Сегодня были в Кургане. Сдали книги. Когда книги-то все разложим. 38. Все новенькие. Такой блеск стоит. Там они не верят. У них финансирования нету. Я на 12 тысяч выложил. Сам автор здесь. Подписываю. Это надо видеть. Мы счастливы тем, что Господь с нами. Что я делаю. Любимое мое дело. Людей приводить ко Христу. Выше этого детища. Вот так. Вы пошли ужин. Нам поздно будет. Вы можете уйти. А можете побыть с нами. Покормить вас? Нет. Атан go to Okeic. Легче неanos есть. Нет. Пошли. Проект из вас. А там уже откры coherent. Ну уж, что нахудра. И так как устроишь? Продолжение следует...